всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии это очень важно подписывайся на канал и будьте счастье касатик джингл бэнс джингл бэллс праздник нам идет джингл бэллс джингл бэллс скоро новый год ёпта праздник нам идет сколько колое красное белое друзья ну что конечно победа такая очень рад просто так сидел перенервничал у телевизора ну конечно селихов герой матча вот этот славянский судья юг конечно из пальца высосал пенальти там на последней добавленной минуте там же бой играл в мяч конечно и вот когда этот чек пихарик хуярик бил конечно меня минжа страшную пробивала думаю что ж неужели селихов два пенальти подряд и смотрите почти что в угол прыгал наверно готовится ну конечно саша просто герой матча да такой нервный напряженный матч такая может быть легия слабее но они старались до последние минуты бились конечно хотели там в ничью или выиграть там как угодно ну не квята мята чтобы пройти или насолить там но ребята молодцы наши сегодня очень чувствовала шнервяк но и с то же время как-то знаете вот такой некоторые моменты были наше такое пижонство вот эти вот так чеканили так винси пытались так как финты показать какое-то неуважение к сопернику так тоже нельзя ребята все-таки легия нападение прилично они играли вот это когда пикарик побил когда джимми хендрикс провалился пробил их головой перекладину конечно там мог гол голим и бить на первом тайме баку очень понравился бака здорово сыграл он последний гол забивал двадцатом году помните ротору но это спинальки я не помню когда он с игры уже забивал голы там с мальтой он тоже спинальти забил еще он сегодня напомнил себя времен лучших пиджака до первой тайны потому что так бака не играл давно 90 минут ведь ему дали свободу так сайт он свободного художника играл и не был в рамках в тиске он получил доверие и здорово сыграл конечно баку нельзя продавать ничего там никакой динамо надо с ним продлевать подписывать и вообще там пусть и в очковой затусует свои грязные языки кто баку обливает и гол такой мастерский еще надо было обшибся поляк надо было этим моментом воспользоваться что так четко ударить в угол мимо бороться попасть обводящим ударом у него секунды были на принятие решений вот ну и конечно вот этот пенальти фантастический в конце вот это вот восемь добавленных минут просто ребят конечно да не знаю что знаете не могу просто отойти вот это мелкадзе ужасно опять как вышел на замену там завалился это джимми хендрикс чуть гол не привел с перекладину там конце ломовицкого еще у нас моменты были все время били вратарю в руки хотя по ударам там створ вроде как там 3 2 в нашу пользу такой безударный матч то что наши конечно держали в имя результат хотели очень естественно пройти но вот друзья видите с первого места вошли в 1 восьмую вышли представляете в 1 восьмую теперь в марте будем играть только в марте значит у нас весь там февраль из цска матч и кубок с кубами то есть нет такой а в 1 восьмой когда там еще жеребий после 1 16 будет жеребьевка еще там и с кем там что попадем еще дожить там кто там в 1 16 вылетит квята мята там еще неизвестно как она сложится откуда добавится команды откуда придут там с этих турниров всех вот но все равно это уже такое достижение друзья потому что мы последний раз в 1 восьмой играли с аяксом при карпине в одиннадцатом году да а тут сразу раз и прыгнули ну конечно такое достижение большое первое место в группе знали кто бы мне сказал до турнира я со своими говно прогнозами старый мудак так обосрался конечно очень рад что обосрался и пророчил что тут проиграли видите в игре и почаще мне таких старого мудаку говно прогнозу чтобы давать вот ребят конечно очень молодцы очень молодцы и а то что игру такую ну нервяк такой показали зато в защите жигой джики там все сняли и куфриле здорово все не отыграл безошибочно увидите провис на нервяке такую карту схватила и джики такую же карту на нервяке и мелказ такие ненужные карты все привезли ну слава богу что лумяров там не пропускает не получил карту и ломовицкий тоже об ломовицкий пропустил бы и невелика потеря то есть в 1 8 без потерь но видите как без соболеву тяжело играть они все время искали пространство в центре накидывали где привыкли то должен соболев быть а его не было чтобы он цеплялся за мячи а страйкер 0 плюс 0 мелказа только блять за мой хуй может зацепиться ненароком блять вот как он еще может зацепиться просто никакой ребят очень слабый игрок вообще не готов ни с какой точки зрения вот и с ним там продлевать конечно ну сами знаете и можно так с промисом сегодня но и гнат и ветик как всегда играл так старался тоже ребят слишком нагло там вот эти вот финты вот в недодачу так нельзя немножко играть потому что какие-никакие там я немножко удивлен почему леги там идут на последний месте в чемпионате польши еще например на в рпл бы там но может ниже десятки в рпл бы тоже где-нибудь шла бы там играла бы не вылетела вот так что такой матч при полном стадионе смотрите они не смолкали все время этот судья этот славянский юг да мягко стелит до жестко спать и на последней минуте два испанца там на аваре на аваре там сидели вот такой вот такой устроили это блять можно просто блять здоровье потерять да друзья но все равно очень рад такой матч команда привела на сейчас пересмотреть конечно все вот это как видите и на поле выиграла то есть лестер сравнял до 2 на поле 3 забила там вот этот северный македонец опять видите выручил тоже там с такими составами на то что леги там половина состава так это их не трудность у нас тоже без нападающих половины состава там все лестеры на поле там с больными коронавирусом туда-сюда это все как говорится ни о чем не говорит это сейчас ситуация такая в мире то что спартак конечно занял первое место в группе ребят я вообще не верил а кто бы из вас поверил вот кому-то сказать из вас хоть один человек скажет я верил займет спартак первое место в группе этот человек врет как говорил помните коровьев знаменитый спектакль в театре в рите он сказал этому которому голову оторвали конферанте помните он сказал поздравляю вас гражданин савранши этому жоржу бенгальску значит все вы жоржи бенгальски конечно никто не мог верить там ни на какое ни на первое место не ничего но все равно там по личным встречам обошли на поле два раза обыграли вот очень доволен но сразу видно там сейчас будут кидать говна в комментариях ты говорил руи витория хорошая не яйца не не меняю я руи витория чего приходит хмели сунели сейчас вместо него руи витория чемпионат провалил давайте не будем в лиге европу он вытащил ну тут я считаю очень большая заслуга команды вот так сыграли что последний матч все-таки в последнем матче нам не лестер не наполис играли которые все таки так а вот досталась легия в таком так сказать сыграли от соперниками немножко так сказать видите в обороне сыграли команда уже готова так с лестером играла в обороне больше на контратаках но форвардов не было потому что не не мозас не игнатов там не бакаев не промес они немножко не такие ну вот видите у баки выпал такой тайм или полтора тайма лучший матч он там с пиджаковских времен провел вот как-то так получилось ребят видите все ну и сели конечно вообще красавец просто просто сели вообще не нет слов просто вообще ну друзья все так такие тащит в общем в лиге европы когда два пенальти таких пенальти взять причем никаких то там от варги почти в углу здесь почти в углу пекарик и шмехарик от от этого чеха он взял ну ребят вот но который конечно этот я узкала хендрикс ужасно вышел на замену вот эти выбрасывались наши там тоже потому что чувствовалось в конце видите там и зубы там ноги свело зубы тоже не играл давно 90 минут были у нас свои только тоже минусы конечно тоже мы там не в порядке столько людей на травме но все равно это команду сейчас как-то знаете вот этот март это еще далеко там этот к мире сунели там игроки как-то это все еще будет видно какая там она 1 8 но все равно там может какой-то жребий нормальный нам попадется вот может это в кубке россии мы продвинемся тут последний матч сочи может как-то там ребят выудушевит сейчас все-таки но видите соболе у меня отменили негодяя дискалификацию опять играем без форвардов но все равно там уже как-то такого не будет напрягу конечно как с лейки сегодня видите как все удачно сложилось друзья вот для нас ну надо это дело отмечать мне конечно вот после делали на ту неделю инъекцию третью от коронавируса вот нельзя было там 7 дней пить но сегодня там 8 9 пойду сейчас это дело конечно абсолютом отмечу и как в красно-белой кока-коле джингл бянс джилден белс праздник к нам идет да друзья праздник праздник к нам идет едет красно-белая кока-кола эти деды морозы скоро праздник вот друзья короче всех поздравляю с победой с первым местом группе конечно очень все это знаково это конечно молодцы потому что мы там 10 лет никуда ничего нет группа чтобы первое место в группе я вообще не помню когда там первое место в группе при Олега Ивановича занимали вот когда 6 побед наверное тогда что было первое место в группе вроде да мы никаких первых мест там про лигу чемпионов не говорю в лиге Европы тоже не было никаких первых мест группе друзья вот тем более с таким составом там Наполе Лестер Леги такая лига чемпионская группа молодцы ребята молодцы очень очень рад и доволен и в лиге Европы Руи Витория нормально себя проявил а в чемпионате он ужасно себя проявил вот так вот друзья короче еще раз джинден белс всех поздравляю друзья с такой замечательной победой замечательным первым местом всех обнимаю люблю и как говорится до новых встреч в эфире